А мы продолжаем следить за судьбой золота скифов. Напомню, что в прошлом нашем выпуске мы уже говорили о тревоге Петербургского музейного сообщества, которое беспокоено тем, что бесценные археологические находки могут безозвратно пропасть у таких хозяев, как новые власти Украины. Сначала появилась информация, что золото скифов предложено в качестве залога США для предоставления кредита. Теперь поднимает вопрос о возврате коллекции, которая сейчас экспонируется в Европе. Но проблема в том, что выезжала коллекция в Европу из Украины, из Крыма, а вернуться должна в Россию, уже в наш, российский Крым. Вот сюжет. В детективном романе такие истории придумать только можно. Общепризнанный эксперт мирового уровня в этой области Михаил Петровский поделился своими опасениями относительно того, что золото скифов, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Европу, может не вернуться обратно на полуостров, а уедет сразу в Киев. Вот что сказал директор Эрмитажа. Вещи из Керченского музея, который находится в Крыму, как вы понимаете, попали, были на выставке в Голландии и должны возвращаться. А как вы понимаете, вывозились они из страны Украина через украинскую таможню. Гарантию получало украинское правительство. Они считались тогда частью музейного фонда Украины. Вот возникает сложная проблема. С одной стороны, вот так юридически все против музея, а с другой стороны, эти вещи, которые принадлежат музею. И вот как он получит их обратно? Мы будем все вместе договариваться. Это очень важная проблема. Как нам удалось выяснить, золото скифов еще не возвращается из Европы, а пробудет там как минимум до 18 мая. Это последний день работы выставки, который называется «Крым. Золото и секреты Черного моря». Идет выставка в Амстердамском музее при Университете археологии. Вот скриншот, афиши, выставки с официального сайта этого музея. А вот официальное заявление, которое для журналистов сделало руководство Керченского археологического музея. Напомним, что выставка золота скифов была собрана из коллекции шести музеев, четырех крымских и двух украинских. Вот текст этого заявления. В феврале 2014 года по просьбе принимающей стороны руководством Крымских музеев и Амстердамского университета были подписаны дополнительные соглашения о продлении сроков пребывания выставки до сентября 2014 года. В настоящий момент из Амстердама в наш адрес, в почтой, направлен страховой полис, действие которого распространяется до конца августа 2014 года. И декларация гаранта возврата. Точка, конец цитаты. Ну и чтобы разорваться в этой ситуации, мы вышли на связь с генеральным директором Сиферопольского музея. Часть коллекции этого музея тоже присутствует на Амстердамской выставке. Андрею Мальгину мы задали волнующий нас вопрос. Вернется ли золото скифов в Крым? Ведь это теперь наше российское золото скифов. Возвращение, там существует такая коллизия. Дело в том, что эти предметы, они являются на сегодняшний день по украинскому законодательству собственностью украинского государства. Это трактуется как государственное достояние Украины. В то же время вчера Верховный Совет Республики Крым принял постановление о том, что все наследие, все содержимое музеев, а также недвижимые памятники являются собственностью и национальным достоянием Крыма. Одним словом, будет еще битва за это золото скифов. Ой, будет. Но я думаю, что просто так Россия не отдаст эти сокровища. Не отдаст. А венцом этой истории станет выставка крымского золота скифов в Эрмитаже, куда мы все с удовольствием сходим. Ну а пока будем дальше следить за этой интригой.